Всем привет! Сегодня 8 июня, опять возле Шульгина, возле селосной ямы. Здесь продолжаем покос. Сегодня второй день. После обеда приехали, начали катить. Видео будет... В первой части я снимал Т-25 с Вирексом 1.65. А сегодня покажу МТЗ-80 с Вирексом 1.85. Меня по-прежнему зовут Сергей, и вы на канале Антон М. Так что подписывайтесь, смотрите. Я думаю, колхозникам, таким как я, будет интересно это видео. Смотрите. Итак, вот он. Т-25. Вчера не докосили вот этот участок. Сегодня он его докосит. А МТЗ ушло на другой участок. Ой, юбаный. Вот так это происходит на Т-25. Косит он по кругу, в центр. Ну, для меня это не очень хорошо. Я от центра кошу. Так удобнее. Но... Все равно. Вот здесь вот ближе к столбу уже низина, то есть плохо. Тонет трактор. Так что чуть повыше вот этот докосим и перейдем на другой. А этот участок оставим на... Сено. То есть в августе его скосим. Здесь некосий кусок. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас накосил МТЗ. Ладно, смотри. Вот МТЗ-80 наш. Тутаевский. Только зацепили, налаживаем туда-сюда, двигаем ее. Сейчас посмотрим, как он будет косить. Я говорил уже раньше, что у данных косилок есть плюс и минус. Плюс-минус это волок, плюс это то, что она очень качественна по сравнению с нашими косилками. Что КРН, что сегментно. КЗН это. Очень качественно косит. И проблем с ней никаких. То есть с трактора практически вылазить незачем. Косишь и косишь. Только смотришь. Если косит, нажис, значит, на месте. Ну, вот она МТЗ-80. Спросит на какой скорости и как он, что он хочет. Сейчас развернется. Бим! Косилка по сравнению с аналогами. Это Верекс 1,85 метра. Я ее брал до Нового года, вернее, после Нового года. До Нового года я в Белгороде заказал. Это М-Агро, агро-поставка. У них заказал. И после Нового года они мне ее выслали. 71 тысяча. Сейчас она подорожала. Подорожала. Вот только вчера-позавчера. Мы взяли где-то на 82 или 83 тысячи вышло. Ну, плюс там ножи, ремни дополнительные. Взяли где-то около 85-86. Ну, и доставка, не знаю, может, 5, может, 8 тысяч у нас до Твери, Тверской области. Ну, для тех, кто не в курсе, в основном мои подписчики знают, что мы находимся в Тверской области. Здесь, рядышком, в Калининском районе. На самом деле, для сенокоса у нас еще, мне кажется, рановато. Но, повторюсь, мы косим для сеножа. То есть, эту зеленку мы подвялим и закатаем в... Обмотаем, вернее, пленкой. Обмотаем пленкой и в этот... В яму сложить. Яма селосная здесь у нас единственная осталась от колхоза. Она уже частная. Туда сложим все эти рулоны и, наверное, начнем с них в зиму, в сентябре, наверное, кормить. Сейчас покажу вчера, что косили вечером. Уже так серьезно подвялилась она. В принципе, я думаю, что завтра вечером можно волковать. Ну, вот Игорь все отбил. Отбил второй участок, начал косить. Наверное, на этом участке я остановился. Здесь гектара 4-5 будет. Попробуем закатать, сколько рулонов получится, посмотрим. А вот наш МТЗ-класс. Это все на одном поле, рядышком. Так что как-то вот так начали сенокос. Сейчас его остановим. Попробуем спросить, как, чего косит и получается или не получается у нас. Он ни хрена, я не видит. Вот так она шумит. Сейчас остановится. Что помазать? Еще, чтобы так и грохотало. А она этот... Не надо ничего мазать, она так и есть. И на том так же стучит. Нормально она срабатывает, значит, собачка. Серег, новую косилку дал. Где-то уже столько этого нашел. Все, сегодня будешь мыть ее. Понял? Этот. Он уже стойку согнули, блин. Он еще когда это, блин, стоял по собственному весу. Ты на какой косишь на нем? Шестая пониженная. Шестая пониженная. Ты больно гоняешь на. Ты уже переключился, ты вроде начинал не на шестой. Нет, на шестой пониженной. Много, пятая. Не буксуют ремни? Все нормально, тети? Да, это, блядь, с большой скоростью с ней хуево ловить. Ну, а ты, вон, видишь, смотри, ты как косишь, что тебе чуть-чуть сюда подвинуть еще? Да, а у нас уже не получится. Значит, ты подвигайся по этому. Я и так уже беру. По ряду, по самому кромке, да, берешь? Нет. Ну, и значит, тебе еще надо двигать к этому. Далековато, потому что... Че? Какая лямба? Ну, это понятно, растяжка. Ее просто не до конца надо. А там петли, скорее всего, раздолбаны. Ладно, ты по косилке. Ну, че, скажешь. Крен лучше, да? Дурак дураком. Все накосить. Трава там лучше, да, внизу? Да, там лучше. Там сыр был. Сыра, да? Ну, не лезь туда особо, значит. Я не лезь за 100 штук. Ты ж помнишь, что там косили в том году до кустов? В общем, вот на этом... Там чуть-чуть, метр-два не доизвестно. Ну, и ладно. Этот. Вот на этом участке, вот до кустов, вот до этих вот, в том году 21 рулон я взял. Ну, это сено было. И 17, по-моему, оттавы сенажа взяли отсюда. Так что посмотрим, что еще будет. Так а что ты перейди на тот участок этот? Добей его, потом сюда... Нет. Сейчас покажу. Пошел. Ну, перекурили, сейчас пойдет он докашивать будет. Ну, вот, он, то есть, не разгоняет прям ее так. Все, она отлично косит. Поймать не может. Кокус. Ну, в общем, все, что хотел я показать, посмотрели. Так что ждите завтра. Завтра или послезавтра будет видео в этот... Будем уже ворошить, сгребать их и закатывать. Закатывать, а потом обматывать пленкой. Так что еще 2-3 дня, это будет 2-3 видео. Смотрите, что будет дальше. Всем пока. Да, подписаться не забудьте, то есть, обязательно. А то не увидите продолжение нашего сенокоса 2020. Ну, вроде все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...